как вы знаете бывают такие бои когда машину кидают самый низ списка да и ну ладно бы если там всякие то были халкеты до которые могут и внизу списка довольно таки неплохо тащить потому что у них там суперовая маскировка отличная динамика шикарная пушка с отличной голдой до великолепными в н и тому подобное вот ну далеко не все машины так хорошо сбалансированы и поэтому в общем то не буду жаловаться что challenger хотя его очень многие не любят и считают довольно таки неудобной машиной по моему мнению не является уж такой плохой машиной принципе машина довольно таки неплохая пусть и не хватает альфы пусть она и довольно таки крупная да и вот как видите нас бульдог уже заметил хотя допустим если бы там какая-нибудь и 25 или халкет то вряд ли бы нас заметил да или даже т-67 вот ну зато вот с оптикой прекрасно светит есть у нас хорошая 17 фунтовая пушечка вот есть у нас ходовая от среднего танка комет которая в принципе отличалась тем что было очень очень даже хороший ходовой на очень даже ходовитой ходовой то есть позволяла танку преодолевать препятствия довольно таки неудобные до перескакивать через всякие там канавки неровности и прочее ночью была действительно хороший ходовой в общем такая же примерно как т-34 да то есть такая же хорошая качественная и выносливая вот то есть ну так как у нас игра к сожалению не пестрит таким разнообразием и сложностью да то есть нет у нас погодных условий нет у нас каких-то серьезного взаимодействия с природой нет у нас там технической надежности таких факторов поэтому эти все плюсы танка здесь мы почувствовать не можем и напротив нашей игре вот этот восьмидесяти тонны яхтигр который бы вообще этот нам на этот бархан вряд ли бы в лес он у нас спокойно здесь ездит стреляет то есть и его чрезвычайная склонность к износу поломкам она здесь отсутствует и поэтому в общем такие машины себя чувствуют в игре лучше чем они на самом деле себя чувствовали в жизни вот но так как нас как видите кинула вообще на 4 место снизу по части баланса и на этой карте тоже бульдог который в самом низу он себя чувствует намного лучше да и вообще это одна из таких довольно таки приятных для лт карт на особенно для лт которые умеют играть динамично вот то приходится здесь выполнять роль света данном потому что ну что мы тут особо сделать и ничего и не можем вот ездим всех подсвечиваем маневрируем так далее тому подобное вот конечно же если бы у нас баланс строится таким образом чтобы и были максимум плюс один изредка зитка там кидал об 12 топа допустим на два уровня выше то в принципе это было еще более менее приемлемо но как видите далеко не всегда так происходит топов намного больше на самом деле то есть порядка в три раза больше топов чем хотелось бы здесь видеть и баланс к сожалению оставляет желать лучшего поэтому приходится вот так вот играть не специфическую для танка роль да то есть по сути это у нас пт пт которая воевала в конце войны как для которой самый-самый страшный противник на которой она рассчитывалась это были танки тигр и пантера причем рассчитывался на борьбу с первым тиром не со вторым вот но мы здесь встречаемся с такими монстрами невероятными что просто диву даешься и фантазии разработчиков вот ну собственно говоря ответственный за баланс вроде как станислав каргин уволен да я не то что злорадствую по этому поводу но на самом деле может это к лучшему потому что нужно столько лет мы ждем с вами изменений нормальных балансе но ничего не происходит и это как-то меньше мере странно для такого топового проекта как world of tanks ну это мы сейчас отвлеклись сейчас видите обычная картина да то есть мы подсвечиваем к в 3 я не стреляю специально чтобы не светиться наши союзники пошли вперед почувствовал в себе силы хотя на самом деле им туда идти не надо было если надо было идти то просто надо было всей толку идти вперед не останавливаясь то есть вообще ты тигру второму проще они стоят перестрелиться с к в 3 я не знаю в чем смысл кт перестрелиться с к в 3 когда он может просто его своей массой задавить пойти вперед разбить его там просто в пух и прах вместе всех тигром бы сейчас поехал из паттаном и все они бы зашли золотоукрытие нет они стоят под артой им накидывает там потешки сгора не ничего не делает вообще в час они только решили решили идти вперед но я терщит сделал неправильно он сам пошел вперед скорости не для этого нету если бы это было их пантера например вторая то она бы могла проскочить а яхтиру там в такой атаке делать нечего тем более что вы прекрасно знаете что как бы реально яхтигр намного слабее здесь чем был на самом деле да вот его пушка там пробивала насквозь здание есть танки стоящие за этими зданиями то есть такое было бешеное орудие 128 миллиметровая но в игре у нас альтернативная история да то есть у нас самые как бы мощный танк пусть он пусть он конечно далек до наших и слов по проходимости и надежности это тигра 2 но тем не менее это был самый мощный танк по части лобовой брони орудия и тому подобное потом а здесь является далеко не самой сильной машиной в игре опять я что-то на историю меня потянул ночью смотрите скучно не скучно но действуем правильно мы не лезем вперед мы стоим включилась маски ручная сеть мы подсвечиваем наши союзники вместо того чтобы просто стоять на месте там где они стояли сборки накидывать этому к в 3 они должны были вот так вот действовать но ничего не сделали сейчас смотрите что начинает происходить какой-то психопат напад они просто перегоражит мне дорогу он посчитал друг неожиданно что я виноват тех проблемах которые они сами себе навлекли то есть я виноват в том что они поехали вперед необдуманно я начинаю просто не устрелять у меня просто выбесил капитана я хотел не то что я его хотел уничтожить чтобы не загорала дорогу и не мешал мне отступать в принципе думаю у вас бы тоже была такая реакция потому что но это не адекват да то есть он вам перегораживает дорогу не дает вашему танку уйти с опасного участка да при этом вы не мешали им воевать вы подсвечивали вы им помогали по мере своей возможности да но очевидно этот психопат напад они решил что вы должны вместе с ними были там слиться как последние бараны и раз уж у них не получился так а то и вы должны вместе с ними там погибать такой вот странный товарищ напад они ну не тут то было пару оплеух его привели в чувство до единственное конечно же что стрелял голдовыми до лишние затраты на неадекватного игрока и здесь мы меняем позицию принципе здесь еще можно было затащить если наши союзники допустим е75 непонятно куда едет выезжает подарку зачем он туда едет тоже сложно понять какой смысл стой себе на месте под камешками прячется и все ну вся беда в том что сейчас уже нет такой жесткой арты как раньше да и вот видите оп на 700 дурак дураком под удар подставился все это ему даже объект кинул он сам виноват он полез под него и его никто не заставлял собственно вот сейчас он опять лезет вперед зачем вообще непонятно он самостоятельно решил там затащить две плюхи от объекта 704 поймал разменялся в свою хп внимание фантазии а я здесь допустил такую ошибку что я не просчитал действие скорпиона до малозаметная машина стоит стреляет его даже не видно да и я не то динамика как у халкета уйти они здесь не мог так быстро да вот хотя принципе динамика у танка неплохая но все равно это не халкет да и я не смог здесь быстро поймал две плюхи ни за что ни про что это была моя вот единственная такая строгая ошибка в этом бою в целом же действовал грамотно и расчетливо вот е-75 вот смотрите остался сейчас full хп да просто об этом выезжал там из вот этого высохшего русла реки да там подсвечиваю прятался бы и все в принципе ничего не надо да и противники боялись были вперед или бы наоборот согрелись и в общем было бы намного больше пользы чем вот от таких действий афмпз таки добил к вешку бульдог не знаю что он там делающий смысл вообще пультовка в чеку это странно если честно вот я смотрю на это его действие очень странный пульдог то есть он как светляк вообще должен был весь бой гонять по округе до подсвечивать давать координаты для не союзников он что-то там я не знаю зачем он лт выкачал вы если он играет в стиле пт непонятно еще один загадочный игрок запахло сливом да потому что топ у нас один слился хорошая лтшка как последний но полез непонятно куда остается только skoda t50 которая действует относительно грамотно waffen pz4 у которого очень мало хп вот ну и слева вообще flow настолько арта f201 вообще с одним процентом хп skoda здесь обменивается с зверобоем но тот ему успевать все-таки кинуть один снарядик и в общем он его забирает но в целом принципе уже хп у него то особо и не остается и его добивает 704 опять же ни разу не ибо конечно я вот сейчас прокачиваю mx foge да и хочу вам сказать что он намного заметнее у него намного меньше альфа и у него совершенно картонные борта и даже лобовую броню ему там сделали много слабых мест которые можно пробивать там тоже балка чего стоит этих недостатков 704 лишён у него очень читерная броня очень рикошетистая очень много там уловок таких которые можно танковать орудийной маской можно там хитро подставить края лобовой брони тоже будет там рикошеты и прочее и плюс самое главное жутко незаметный да и при этом всем сразу на 700 кидая да вы там на мx foge и будете на 350 400 кидать ну и здесь я вообще шикарно просто сыграл психологически т43 так перепугался этого обстрела очевидно он не ожидал что его подсветят там и он боялся что сейчас им еще арта закинет и он с перепугу сам себя в общем уничтожил здесь я делал один шот надо было под тщательные прицельцы хотел еще выстрел сделать уже 5 здесь подбил бы объекта но скорпион сожалению успел к этому времени свестись и в общем то сделал свое грязное дело вот вот такой у нас получился бой довольно таки напряженный да конечно он сливной но это к чему все было да то что не теряйтесь когда вы внизу таблицы да вы тоже можете приносить свою пользу команде не вините себя за слив потому что я вам сейчас вам более чем тщательно описал все ошибки союзников ошибки противников и в общем все то к чему что привело к поражению если наши союзники действовали более аккуратно до самые самые такие вопиющие моменты это слив е-75 который полез перед когда это делать не надо было это слив бульдога которые в общем то хотя бы пошел кружить этот 704 уже было больше пользы он с ним еще там выиграл в пт и поймала тарты и конечно же слив по первой линии да на эй чиджей это вообще просто полнейший фестиваль новства это все конечно привело к поражению но все равно посмотрите итоговые результаты на своей машинке далеко не самой сильной далеко не на самых как бы удобная для нас карте где нету зелени практически до играть нам вдвойне от этого сложно и даже это не городская карта где мы можем использовать скорость на и прятаться там обходить флангов а такая вот таки неудобная смешанная карта без особой растительности то есть не дающая нам преимуществ нашему танку тем не менее мы смогли здесь показать результат довольно таки неплохое и посвечивали сколько могли немного своего урона нанесли научим не находясь самом практически низу таблицы мы по итогам бой оказались в середине таблицы обогнав действительно крутые машины тоже там топовую артиллерию мы обогнали фердинанда там и вот такие я яхтиграда яхтира прошу прощения то есть машины которые вообще там должны все в пух и про хрувать так что вот так вот ну на этом у нас все